Если не бить в барабан, он будет молчать. А если не объяснять ученикам бойцовской морали и негласных правил, они будут поступать, как в этом видео. Подло, некрасиво и по-крысиному. Привет, сочнопузо и персики. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на бойцов, которые ради победы готовы на всё, даже на подлые поступки. Иногда это им удавалось, а иногда за это наказывал рок судьбы. Когда Волк дерёт овец, он учит пастухов осторожности. Так и мы, пересматривая подлые удары, должны извлекать из этого урок. Шеридан в своём поединке против Васкеса сделал невероятный тактический ход. Он же первый протянул руку, чтобы поприветствовать соперника, а когда тот протянул свою в ответ, наложил свою протянутую руку сверху, опустив её, и второй рукой нанёс жесточайший удар в бороду, после чего сразу бросился добивать непонимающего, что происходит соперника. После такой славной победы, пацан так дико начал праздновать, что даже не обращал внимания на дикий свист толпы и клички в свой адрес. У деревянного монастыря только крыша золотая. Так и есть бойцы, которые обладают только бешеным характером, не имея в душе бойцовского понятия. В этом поединке бешеного мужика слева и просто бойца справа вы посмотрите на что-то абсолютно непостижимое, как текущий ручей в гору. После того, как рефери объяснил все правила, он предложил бойцам пожать перчатки. Но бешеный мужик вместо этого сразу нанёс жёсткий сокрушительный удар, хотя бой ещё не начался. За это Реф его отчитал как школьницу в короткой юбке, хотя я считаю, что за такое нужно было сразу дисквалифицировать, ведь уже понятно, что мужик неадекват. Но дальше произошла ещё более удивительная вещь. Бешеный мужик начал забивать пацана в партере, и Реф решил остановить бой. Но чувак полностью без тормозов не хотел этого делать, после чего Рефери его придушил и оттащил, за что ему отдельная уважуха. Но на это Бешеный обиделся и чуть не бросился уже на Рефери. В общем, замес получился знак. Чтобы срубить дерево за час, нужно три дня точить топор. А чтобы быстро выиграть бой, нужно три месяца к нему готовиться. Но это не обязательно, если ты хитрый подлец с гениальным планом. Сантана в своём поединке против Дженаро именно такой план и реализовал. На первых же секундах, бросившись в атаку на тянущего руку для приветствия соперника. Дженаро, конечно, среагировал и попытался отойти, но Сантана был неумолим. И как бульдог бросился на жертву, добивая поплывшего оппонента под сеткой и в партере. Что не под силу двум лошадям, один бык потянет. Так и у бойцов. Если не хочешь три раунда тягаться с соперником, просто ударь его на первой секунде, пока он тянет руку для приветствия. И именно так решил Ибрагим Халилов в своём поединке против Бахтияра Балатова и заработал славу одного из самых быстрых нокаутов в ММА, а заодно и кучу ненавистников, которые такие поступки считают недостойными бойца. Ешь мясо, что на столе, а не мечтай о рыбе в озере. А будучи бойцом, уважай соперника, а не думай про сказочные нокауты, чтобы хвастаться перед кентами. В этом поединке по тайскому боксу, а в Муай-Тай уважение к сопернику возведено в ранг культа, боец из Таиланда сделал нечто невообразимое. Не зря говорят, что один гнилой плод может испортить целый ящик вкусных фруктов. Отправив соперника в нокдаун, которому рэпери дал прийти в себя и разрешил продолжить бой, Таец отошёл в свой угол, но в голове уже созревал дерзкий и коварный план. Молодой пацан наивно думал, что придя в себя после нокдауна, пожмёт перчатки сопернику и ещё сможет что-то показать. Но вот соперник был другого мнения и на протянутые руки ответил жесточайшим ударом колена в прыжке, сразу же похоронив оппонента. Когда человек выходит на бой, неважно, мужчина он или женщина, он становится бойцом. А значит, хитрость и подлость может быть такой же. В своём поединке Шейла Гэб показала, что женщина это не только доброе и милое создание, но она же может быть подлым, беспринципным и готовым на всё ради победы бойцом. Не успев дотронуться до перчаток Дженнифер Майи, Шейла сразу бросилась в атаку, обрушив на соперницу град ударов. Конечно, нокаутировала она её не первым ударом, но однозначно эффект неожиданности и секундного замешательства сыграл в этой истории важную роль. Ласку понимает даже ребёнок. Сладость персика даже слепой. А то, что касание перчаток это дань уважения сопернику, даже тупой. Особенно в последнем раунде, когда за целый бой наполучались оппон. Но Терренс Льюис решил по-другому в своём поединке против Майкла Раша. Он проигрывал весь бой и решил одержать победу нокаутом любой ценой. Поэтому, выходя на последний раунд, сразу нанёс очень жёсткий удар, отправив Раша на канвас. Но беда для него заключалась в том, что между ними ещё стоял Рефери, который не дал разрешения на начало боя. И этот удар был нанесён не по правилам. Реф дал время Майклу восстановиться, но для него это был серьёзный удар. И он толком так в себя и не пришёл, всё же продолжив бой. Но Реф решил дисквалифицировать Льюиса в середине раунда, отдав победу Рашу. Славоподобно Соли, ей не следует злоупотреблять. Но молодым бойцам очень её хочется, как и всего сопутствующего. На шоу UFC Ultimate Fighter в поединке двух молодых дарований один решил использовать обманное рукопожатие для того, чтобы пройти в ноги и перевести бой в партер. Конечно, много пользы он с этого не получил, так как сам же отдал голову и шею. Но попытка была неплохой. Кстати, бой этот хитрец также проиграл судейским решением. Уши вырастают раньше рогов, но рога крепче ушей. Так и у бойцов. Кто-то с горячим характером готов ради победы на всё, а кто-то сначала формирует моральный фундамент, который служит ему всю жизнь. Александр Эрнандес в своём бою против Бенни Ладариуша с первых секунд подбежал к сопернику и сразу пробил фронткиком в корпус. После боя он рассказывал, что не хотел трогать перчатки, а просто руками держал дистанцию. Но со стороны это выглядело как чип-шот. Иногда реки пересыхают, а планы ломаются. Как и в поединке Сэроны против Кэлли, который решил получить быструю победу подлым ударом. Но его беда была в том, что Сэроны опытный тигр, который сразу забрал голову и перевёл Кэлли в партер, не дав тому извлечь пользу с этой хитрости. Да и бой Кэлли проиграл. Также в партере. Пишите в комменты, забирал ли кто-то у вас так подло беляши с пивом, или вы прожжённый воин и всё уплетаете только в одиночестве. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. Также подписывайтесь на мой второй канал Грандмастера в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok